Эй, ребята, вам нравится Пейперс Плис? Да! Тогда вам понравится и Майндсканер! Противодействуй тоталитарному режиму! Помогай сопротивлению! Проверяй людей! Ставь психические диагнозы! Стирай мозги! Ломай жизни! А ещё у нас есть мини-игры, мини-игры, мини-игры и мини-игры! Мы сами не знаем, как они работают, но у нас их дохрена! Покупай Майндсканер! Предупреждение! Майндсканер продаётся с графикой и звуками, но без направления к психиатру. Отстой! Супер отстой! Мега отстой! Всем привет, с вами Аш-2! И как вы уже догадались, сегодня мы с вами сделаем обзор игры Майндсканер. Играем мы сканером разума. Человеком, который выявляет психические отклонения у субъекта и с помощью различных причудливых устройств пытается их устранить. Так что запомните, если встретите клоуна из Фермониума, не стирайте. А то чё, я зря 14 часов в неё играл? Кстати, сразу должен дать контекст текущего видео. Поиграл я в игру 4,5 часа, прошёл её один раз на нормальной сложности, поэтому за все концовки и вариативность в повторные прохождения пояснить не смогу, но, уверяю вас, нам будет о чём поговорить. Начиная даже с того претенциозного дисклеймера, который нам демонстрируют в начале игры. Сканеры разума — это фантастика, предназначенная только для развлечения. Если вашему рассудку нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Аш, а ты в курсе, что игра за 400 рублей из Стима не заменит помощь сертифицированного психиатра? Да, спасибо большое, я как-то догадался. Аш, а ты в курсе, что ни одна из игр серии GTA не подгонит тебе новую тачку? Фак! Впрочем, нас сразу кидают в экспозицию. Мы — отец, у которого местное правительство забрало дочь в исследовательский институт. Навещать её нам не разрешают, ведь туда пускают только сканеров разума с уровнем гражданства не ниже третьего. Что бы это ни значило. Недолго думая, мы становимся сканером разума. Нам дают устройство для лечения пациентов и небольшую инструкцию. И с самого же старта мы утыкаемся в то, что игра Mindscanner очень плохо вводит нового игрока в игру. Конечно, не на уровне сейв-коха, но всё равно всё происходит крайне сумбурно и непонятно. Короче, говорит тебе труба, тебе надо платить каждый день налоги, а то мы вообще тебя выгоним из города, и ты сдохнешь. Вот тебе первый пациент, вот тебе размер и типа его безумие. Давай, лечи его быстрее, а то время кончится тебе трындец. Подождите, можно мне вообще залезть в инструкцию и понять, что эти каракули вообще означают? Нет, информации нет. Ну ладно, зато я нашёл описание того, как надо играть в ту мини-игру на время, которая сейчас будет. Так, выберите тип безумия, удерживайте кнопку и отпустите вовремя. В какое ещё нахрен вовремя? Когда будет это вовремя? Как это понять? Чёрт его знает. В общем, ладно, давайте методом тыка. Запускаем игру и вообще ничего не понимаем, что делать. Какое ещё вовремя надо нажимать? По-моему, суть этой мини-игры в том, чтобы просто до максимума её подержать, и квадратик вот отсюда уйдёт. А когда уйдут все квадратики, типа ты выиграл. Окей, потрясающая мини-игра. Лучше в жизни не видел. К сожалению, на следующем пациенте оказывается, что ваш супер прибор по лечению безумия немножко сломался и начинает работать нестабильно. За время игры о починке никто не заикнётся. Но зато, опять же методом тыка, мы понимаем, как работает эта мини-игра. А именно, что есть зоны, которых надо остерегаться, и пытаться попадать в зоны ближе к концу шкалы, чтобы быстрее вылечить пациента. Я бы особо не наезжал за подобный ввод в игру, но свои коррективы вносит таймер. А это только одно из чёртовой кучи устройств. И из такой же кучи мини-игр. Но прежде чем мы перейдём к ним, лучше для начала понять, как тут вообще всё в игре работает. Короче, есть некая валюта. Называется она вот так. В игре вообще галимый шрифт, я не понимаю, что это за первая буква. Давайте называть эту валюту капок. Вначале я думал, что капок это просто напечатанная валюта. Но ближе к концу игры, поговорив с одним из персонажей, мы узнаём, что в нашем городе капок мало. И это проблема. Ну, значит, капок это не деньги, которые можно напечатать. Это какой-то местный ценный ресурс, да? Ладно, давайте, чтобы не путаться, просто заглянем в словарь. Значит, капок это... Тысяча пок. Ну, теперь всё стало куда понятнее. Ведь пок это вот это. А ты попробуй докажи, что нет. И каждый день тебе необходимо, как и любому жителю, платить налог. Причём у тебя налог снижен до семи капок ещё за то, что у тебя забрали дочь. За этот налог система удовлетворяет твои базовые потребности в еде и сне. Если ты не сможешь платить этот ежедневный налог, будешь изгнан из города. Каким образом налог платят там люди-крысы и прочие сумасшедшие, которым вы помогаете и которые продолжают рандомно тусоваться в городе, игра умалчивает. Но ваш день начинается с того, что есть перечень людей, психическое состояние которых необходимо проверить. Ты выбираешь одного и отправляешься к нему. Выбирать желательно кого-нибудь поближе. Так как только добраться до цели по городу у вас может занять больше половины вашего временного ресурса на день. Как только вы добрались до пациента, необходимо провести сканирование. А именно получить несколько образов из его головы и правильно их интерпретировать. И тут я должен игру похвалить. Несмотря на то, что она выходит на скользкую дорожку человеческого восприятия, где разные люди могут посчитать более корректными разные интерпретации, признаться, у меня почти никогда не было бомбления от того, что те интерпретации, которые игра считает правильными, нелогичны. Более того, на одного человека есть около десятка образов, что добавляет некую реиграбельность игре. Если ты выбираешь правильную интерпретацию, получаешь балл. Если неправильную, то теряешь балл и немного времени. Набрав три балла, тебе необходимо решить, находится ли психологическое отклонение пациента в допустимых границах, или необходимо лечение. Это, конечно, тоже очень скользкий момент, так как четких рамок никаких нет. Но субъективно, опять же, у меня всего один раз возникла проблема за игру, что я лечил человека, которого не требовалось лечить. Ну и далее, если отклонение в допустимых рамках, ты получаешь три капок и едешь к следующему пациенту. Если лечение все же требуется, то начинаются мини-игры. Вначале доступна только одна простенькая мини-игра. Смотришь в списке значок расстройства, выбираешь нужный тумблером, жмешь на кнопочку, главное не попадать на красный сектор. Чем ближе сектор будет находиться к концу, тем меньше раз это придется повторять. Как только все значки пропадут, пациент будет считаться вылеченным, и вы получите 15 капок. Но за каждый фейл в мини-игре будет расти шкала ярости пациента, по заполнению которой он убежит от вас. Но также каждая мини-игра стоит одной единицы рассудка пациента. Если шкала рассудка упадет в ноль, то пациент потеряет свою личность и станет овощем. Чтобы этого не допустить, необходимо по мере лечения с помощью другого аппарата восстанавливать рассудок пациента. Правда, этот аппарат еще надо будет получить. А получается тут новое оборудование достаточно странно. На, держи отвертку. Вообще-то я к вам инженером устраивался. Для этой работы как бы требуется более сложное устройство. Ну, вот отверткой их и соберешь. Вам необходимо, даже не покупать, изобретать новые устройства. Они открываются последовательно, требуют времени и денег. Каждое новое оборудование — это новая открытая мини-игра. Например, есть несколько оборудований на удаление не одного, а до трех последовательно идущих одинаковых символов. Есть оборудование на восстановление шкалы рассудка, есть оборудование на понижение ярости пациента, есть еще несколько прикольных штук, типа славные дружи таблетки, но пофиг на них, и так рассказ долгий выходит. Объединяет все эти устройства один прикольный факт. Несмотря на то, что по игре вы их сами собираете, вы сами же не знаете, как ими пользоваться. Мануалы к мини-играм всегда ущербны чуть более, чем полностью. Мой любимый — это вот этот. Равномерно двигаете ручку, и хрен знает, что это за кристалл. Да, я сам разработал и собрал это устройство, но я понятия не имею, что это за хреновина из него торчит. Да, оказывается, такое тоже бывает. И, к сожалению, не всегда, когда ты запускаешь мини-игру, все становится очевидным с первого взгляда. К примеру, есть мини-игра, в которой надо, двигая ручки, найти спрятанное слово и удалить его, если оно негативное. Я долгое время думал, что слово необходимо именно высветить до удаления. Но нет, оказывается, его можно просто угадать. Со временем в эти мини-игры также добавятся штрафы, типа невозможности разбивать часть блоков определенное время, или появится блок, который надо разрушить как можно скорее, а то он взорвется и поднимет уровень ярости, о которых, правда, вы с большой долей вероятностью, возможно, тоже не поймете, как они работают, так как прямо текстом в ходе игры вам это не скажут. Нужно наводить на знаки штрафов курсором. Ну вот беда, окно с информацией о них может быть перекрыто кнопками, и вы ничего не увидите и не поймете, что там вообще есть подсказки. Но так или иначе, основа геймплея все же играть в мини-игры, лечить пациентов, получать за это деньги и очки исследования, за которые открывается новое оборудование. Что будет, если вы вылечите того, кого не надо лечить? Ну, один раз у меня был подобный косяк, и мне дали штраф в три капки. То есть не только штраф, конечно, мне все же заплатили 15 капок, просто три из них впоследствии забрали. И если вы думаете, что это ничтожное наказание, то вы еще не знаете, что будет, если вы сотрете человеку личность и оставите его овощем. Ведь за этот косяк вас накажут? Никак. Руководству вообще пофиг. Главное, что расстройства нет. А что при этом и человека нет, это так, небольшие мелочи. Впрочем, тут же хотелось бы поговорить и о силах сопротивления. Ведь не только с тоталитарным правительством нам дело иметь. Да, в игре есть некая запрещенная оппозиция. Правда, и она крайне странная. Пссс, у меня для вас есть крайне важное задание. Какое? Не убивать людей. Да, признаться, я и не планировал. Молодца! Только не стирать людям личность. Больше от оппозиции в свой адрес я вообще никаких требований не видел. И знаете, в чем прикол? Я все равно прошел на плохую концовку, так как в конце оппозиция меня уничтожила за что-то. Я даже не до конца понимаю за что. Признаюсь, за время игры я стер разум одному человеку. Но стер я его и до того, как мне игра соблаговолила рассказать, что это вообще за синенькая шкала справа, и до того, как оппозиция попросила в письме не стирать разум людям. Но я не удивлюсь, если на самом деле, да, меня убили именно из-за этого. Так как игра не может не только свой геймплей до игрока донести, но вообще не дает никакого понимания, что из себя представляет окружающий мир. При этом в лице протагониста вы никак не сможете расспросить людей и получить чуть больше информации. Ведь в 90% случаев реплика у вашего персонажа только... Ладно. Я художник, я буду творить. Ладно. Ещё увидимся. Или нет? Ладно. Вжух-вжух! Ладно. Ладно. И что же дальше? Ладно. Да и в инструкции, которые вам дают в начале, вообще нифига нет. Спасибо, конечно, что рассказали мне об отдельных участках города, и даже на карте отметили мне их границы. Вот только одна проблемка. Вы забыли отметить, где какой участок на карте расположен. Угу. Вы, наверное, меня слушаете и такие... Аш, это, конечно, всё прекрасно, но там как бы вроде дочь была похищена в начале. С ней-то что-то будет вообще? Да, будет. Как и было сказано в начале, нам необходимо дослужиться до третьего уровня гражданства. Как это сделать? А фиг его знает. Вы, не зная, что делать, ну просто делаете то, что даёт вам делать игра. Да именно, лечите людей. Через какое-то время вы узнаёте, что за 100 собранных очков исследования вас повышают до второго уровня гражданства. Окей. Значит, дело в очках исследования, да? И сколько надо для третьего уровня? 200? Нет. 300? Нет. Тысяча миллион? Сколько надо-то? Почему, мать вашу, игра даже цель игры не может внятно донести до игрока? Ты должен потратить почти 5 часов, чтобы хоть что-то начать понимать вокруг. Так как к тому времени игра уже закончится, и придётся проходить её заново. Так что пошла ты нафиг игра. Да, она реализует необычный геймплей. Да, часто происходят какие-то интересные рандомные события, которые оживляют процесс. Но я просто удивляюсь, насколько ей удаётся перманентно держать игрока в фрустрации. Вы знаете, её как будто специально разрабатывали, чтобы бесить людей. Причём даже геймплейная составляющая постоянно выводит из себя. Потому что мало просто выиграть мини-игру. Нужно ещё подождать несколько секунд, пока игра засчитает ваш выигрыш. Если время истечёт, и вам не хватит этих пары секунд, или вы переключитесь в этот момент на другой прибор, мини-игра не засчитает ваш выигрыш. И после каждой выигранной мини-игры ты как баран сидишь и смотришь, как истекает твой таймер. Прежде чем хоть что-нибудь сделать. Кроме того, часть мини-игр тут на реакцию. Но у игры какие-то проблемы с FPS. По крайней мере у меня такое было. Мышь тупо плавает, по этой причине я пару игр слил, когда надо было быстро двигать мышой. К тому же я часто оказывался в ситуации, когда закончил с очередным больным, у меня осталось ещё где-то треть дня, но мне не хватает этого времени ни чтобы до новых пациентов доехать, ни чтобы какой-нибудь прибор соорудить. Доехать по карте до какой-нибудь контрольной точки, чтобы начать новый день с более выгодной географической позиции, игра не разрешает. И тебе приходится просто смотреть, как в ноль списывается большое количество твоих ресурсов. И если вы думаете, блин, наверное, эту игру сложно пройти, не переживайте, ребят. Небольшая продолжительность дня ломает не только ресурс тайминга, но и хоть какую-то сложность игры. Ведь сохраняется игра каждый день. Ты можешь откатиться на любой день. И если ты где-то зафейлишь с мини-игрой, ну или проверкой адекватности человека, откатиться на начало дня обычно стоит, ну, 2-3 минуты игры максимум. И не вызывает вообще никаких проблем. Короче, я понимаю, что эта игра необычна, и она найдет свою аудиторию. Да она вроде и нашла, положительных отзывов у нее немало. Я уверен, что и кто-то из вас этой идеей проникнется. Но простите, я не могу рекомендовать игру, которая бесила меня 2 трети своей продолжительности. Тем более, что стоит этот визуально не слишком дорогой проект 4 сотни. Вот так вот. А пока что с вами VLH2. Увидимся в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова